Всем привет! Как вам сразу быстро, много! Что же вы так в группу-то мою не набираетесь? Да, по поводу группы. Мы вчера провели просто прям бомбический прямой эфир. Я рассказала о связи БДСМ, потом я рассказала о связи детских травм с БДСМ, о связи вообще психологических травм и БДСМ, почему в БДСМ приходят, почему вообще как бы это людям нравится. Это все, кстати, до сих пор есть в записи в закрытой группе. И вот очень круто, что первый мой эфир был неделю назад в закрытой группе. Да, кстати, я как учительница. 15 человек, сейчас там уже 26 человек. То есть очень прилично так бах прибавилось. Я надеюсь, что группа дает до 100 человек. Вот сейчас хочу делать прямой эфир на следующей неделе. Тоже выходные. Он будет стоить 2000 рублей. Это два дня по два часа. Но это будет бомбический семинар. Что мы решили сделать? Значит, смотрите. Я приглашаю своего ведического астролога Кристину. Она всем участникам. Мы будем делать так. Значит, все участники, которые будут участвовать на следующих выходных в семинаре. Я вместе с астрологом. Мы будем разбирать натальные карты каждого человека, который будет участвовать. И затрагивать именно сферу сексуальности. То есть в натальной карте отображено огромное количество, там 12 домов. Огромное количество всяких сфер. Одна из сфер, потому что моя группа нацелена на сексуальность. Одна из... Ну, что-то есть. Одна из сфер, вот именно, которую мы затронем. На следующих выходных это будет сексуальность. Через выходные это будут деньги. И мы ориентируемся на ваши данные. То есть вы и каждый... Я сделаю пост в закрытой группе. И вы там каждой напишите имя, время, дату и место рождения. Вот. И, значит, каждую мы разберем. То есть Кристина возьмет, мы подготовимся заранее, да, и на выходных зачитаем каждый из вас, что у вас в натальной карте вообще с вашей сексуальностью. С взаимоотношениями с мужчинами. И, то есть у многих стоят блоки, у многих там... Ну, это отдельно, да, вот. Это будет на следующих выходных. И это будет 2000 рублей участия. Это 4 часа получается, потому что мы будем вести не по часу, как я на этих выходных делала, а по 2 часа, вот, это будет вечер. То есть как бы, как обычно, это будет 5-6 часов по Москве, и это плюс эфир сутки висит в записи. Вот. Да, но обязательно, потому что как бы без... Там приблизительно плюс-минус полчаса должно быть хотя бы, да. То есть без времени рождения вам никто натальную карту не сделает. Либо сделает за большие деньги для того, чтобы сделать расшифровку, да, то есть времени по, там, определенным вашим каким-то событиям важным, но это делается отдельно. Вот. И, ну, вам вообще без времени рождения не получится вообще сделать натальной карты. То есть это основное. Если матрица души, которая делается, я давала ссылку на девочку, она делается просто по дате рождения, то любая натальная карта, абсолютно любая-то, и ведическая, и западная астрология, это объяснить, обязательно нужно время. Ну, я пока на лысо не хочу, потому что и так до хрена людей на лысо что-то бреется, да, и это уже теряет какую-то свою актуальность, вот. Ну и плюс, знаете, это круто, когда ты можешь убрать все в пучок, и ты практически лысый, да, и когда ты можешь взять и распустить волосы, и такая, сделалась такая ляречка, превратилась, то есть поэтому мне наоборот как-то вот с такими волосами про, ну, как-то круче, я считаю. Вот. И поэтому вот следующие выходные будет уже прямой эфир с моим астрологом, да, и мы затронем тему сексуальную сферу, вот, рассмотрим вообще какие-то там ваши моменты, что, почему, вот, и это будет прям вообще два часа, это будет крутейший эфир, и это будет два дня по два часа, то есть это будет вообще круто, я уверена. И так как бы вот вчерашний эфир очень крутой, вот. Но я же говорю, что вам лучше это все в закрытых группах вообще. Я ничего не только, я не могу так, как это, да, причин очень много, ребят, но есть столько, блядь, разных причин, да, начиная с гормонального фона, блин, и заканчивая психологическим проблемой. Вы так проблему описали, блядь, у меня болит нога, как вы думаете, в чем дело? Вот типа того, понимаете, как бы, как можно определить? Это целый букет, понимаете, и определяет то, почему у вас проблемы. Поэтому, блин, это, ну, это глупо такой вопрос задавать. Это нужно копаться в себе, нужно заниматься психоанализом, самоанализом, да, нужно изучать свое тело, изучать свои травмы, детские, недетские, нужно копаться. Думала, все будет, уже об этом думаю, потому что много, что-то так много людей мне стало писать, я немножко в шоке, только я думаю, у меня, кстати, лимонад. Думаю, блин, что так много людей вообще, все, все, у всех проблемы, у всех какое-то недопонимание самих себя, вот, и приходится, я не могу просто всем отвечать, действительно, поэтому я сделала закрытую группу, чтобы обмениваться информацией, знаниями, все-таки равносильно, да, потому что люди должны уметь благодарить, люди должны уметь за знания отдавать энергию, точнее деньги, потому что почему-то люди у нас привыкли все делать на халяву, вот, и, о, нифига себе, круто, вау, вот, и люди не умеют благодарить, вот, я дофига литературы советую, очень много, и люди не умеют, вульву прочитаю, вагину прочитайте, вот, люди не умеют благодарить, и поэтому у людей, люди привыкли все, вот, просто хапать, у нас такой народ, знаете, типа, там, вообще просто, блядь, взять и хапнуть, дайте, блядь, скажите, дайте, скажите, дайте, вот, пишите мне в директ по поводу группы, сейчас идет набор, на следующие выходные мы проведем, скорее всего, мы уедем на острова и проведем с островов прямой эфир, о, привет, и проведем, благодарю, и привет, проведем прямой эфир с островов, вот, там хороший вай-фай будет, обстановочка будет, что надо, и вы оплачиваете на карту Сберга-Банка 2000 рублей, потом отставите свои данные, то есть нужно время, нужно ваше время рождения, ваша дата рождения и город рождения, да, вот, и мы, нет, это лимонад, я алкоголь пила последний раз, неделю назад, бутылку вина выпила, и все, и как бы поняла, что алкоголь не мое, не, мы на островах, мы просто мы едем на соседние острова, вот, смотрите, какой-то очень тупой вопрос, как похудеть, и сами на него ответили, в залы меньше жрать, и такие, у вас получается такой диал, монолог с самим собой, детей нет, типа, а как похудеть, наверное, надо не есть, наверное, нужно в зал ходить, наверное, себя нужно дисциплинировать, и такие, ну, блять, да, наверное, да, то есть, как хочешь, любишь жрать, жри, любишь пресс, не жри, то есть два варианта, занимайся телом, все, впахивай, я занимаюсь телом больше 10 лет, ребят, больше 10 лет, в течение всей, вот, сколько, блять, сколько осознанно живу, ну, наверное, не осознанно, прямо, ну, сколько вот с 18 лет, да, наверное, нихуярю в зале вообще постоянно, то есть на Бали я живу, я фигачу 4 раза в неделю, 5 раз в неделю, сегодня, кстати, тоже поеду, вот, куда бы я ни ездила, там, когда куда-то еду отдыхать, всегда нахожу, всегда нахожу зал и всегда херачу, ну, то есть, как бы тело, то приспособление, которым нужно заниматься, тело, это как бы такой био, нет, я в штанах, вот, такой, такая машина, за которой нужно следить, иначе она ржавеет, дрохлеет и рассыпается, вот и все, заставить себя сложно, потому что нету для людей мотивации, типа, а нахуя это нужно, ну, наверное, собственно, отражение, нет, вы не узнаете в интернете, потому что в интернете вы узнаете через обычную программу, которая вам просто высчитает, это все равно, что, знаете, это бездушно абсолютно, астролог, астролог с вами общается, астролог в интернете, и программы, которые, по которым работают астрологи, это две разных программы, в интернете это, блядь, это всегда очень дозированная информация, да, и как бы ее не выкладывают это полностью, у астрологи платят огромные деньги из-за знаний, они учатся этому, да, и они платят огромные деньги из-за программы, которые в итоге потом это все рассчитывают, вот, и там более емкая, более полная информация. И плюс это, ну, как бы, помимо того, что это будет прямой эфир с астрологом, это будет прямой эфир со мной. То есть мы как бы не просто будем говорить по поводу астрологии, мы еще будем поговорить по поводу секса и многих моментов. Да. Да вообще ни кем, на самом деле. Да, сколько, за сколько вообще я, у меня нету, как бы это сказать, я не живу цифрами, ребят, у меня нет какого-то дозирования, захотела, поела, захотела, не поела. Могу поесть перед тренировкой, могу вообще не есть перед тренировкой, могу после, могу не есть. То есть у меня, я чувствую, как бы, хочу я есть, ем, не хочу я есть, не ем. Я в себя не впихиваю, как бы, еду, да, у меня, ну, то есть я могу поголодать, для меня совершенно спокойно поголодать, я люблю поголодать, я люблю там какое-то время, раз, часто я ем вообще один раз только с утра, И потом целый день не ем И вообще себя нормально чувствую То есть у меня нет такой потребности, чтобы пожрать Люди просто любят пожрать Все Нет, кардио не люблю Люди любят жрать, отсюда все проблемы Потому что кроме как жрать, люди больше ничего не любят делать Все, люди, ну по сути так и есть Люди любят жрать Все, это еда заменяет удовольствие Да, короче, еда заменяет удовольствие человеку Потому что больше неоткуда получать удовольствие И хотя удовольствия очень много Это секс, это творчество Это вообще какие-то, не знаю, просто прогулки на природе Путешествия, ну их очень много, да, на самом деле Вот, творчество очень разноплановое Но у людей как бы это все не позволяет Потому что нету энергии на то, чтобы все это делать Вот Да, ну потому что нет энергии, ребят Энергии очень сложно сейчас получать Энергия это самый ценный ресурс у нас в нашей жизни Вот И К сожалению Люди зашлакованы очень сильно Да, у людей свободной энергии нету Потому что, например, когда вы живете в городе Я вообще не представляю, как в больших городах В принципе, блять Можно там что-то создавать Это, наверное, человек с очень большой энергией Потому что там настолько рассеяно внимание на всякую поебень Ну вот, например, там на какую-то, на какие-то, знаете, на решение несуществующих проблем Да, то есть за то заплатить, там проплатить, тут оформить Какие-то, блять, куча документов тут, там, там То есть у человека постоянно рассеяно внимание, потому что у него, блять, постоянно Тут там, то есть какие-то Он постоянно находится в каком-то стрессовом все время, да Состоянии маленький такой, знаете, вот есть резкий стресс Да, когда он такой, пух, уже произошло, там, смерть кого-то, да Это пиздец, резкий стресс А люди в большом городе, там, вот в больших городах Таких, как Москва, Нью-Йорк, да, там, Токио, например Люди живут в постоянном стрессе Он незаметен Вот Да пофиг, я с ним бы хотела познакомиться, кстати И люди живут в постоянном стрессе, который люди уже не замечают Они настолько к нему привыкли, то есть они реально настолько, поэтому, поэтому В России, да, например, в Москве так популярны развлекательные всякие, да, там, комплексы Так популярен шоппинг, так популярно пожрать, так популярно прибухнуть Ну, потому что как-то надо снять напряжение Плюс мы вчера затрагивали тему в закрытой группе Я рассказывала такую штуку, что, привет, что люди на поколение, ну, наших родителей Оно воспитывалось на... Не, мои сисюшки так и остались Вот, поколение наших родителей, наших баб... Давайте возьмем наших бабушек, да, бабушек и их бабушек То есть там было жопошное время, там было время войны, как бы, да, всего вот этого перестроечного момента И поэтому тогда люди жили на только всего лишь двух инстинктов Назовем их так, да, жили на животных инстинктах Этот инстинкт называется выживание Вот, выживание, выживание, выживание То есть тогда люди просто выживали Вот, все И сейчас люди тоже только выживают То есть если мы возьмем, смотри, люди ходят на работу для чего? Для того, чтобы выжить Правильно? Не потому что они... Нет, не знаю, не потому что они... Им нравится работа Или они кайфуют от того, что они работают Нет, просто элементарно для того, чтобы заплатить за квартиру За ипотеку имеется в виду, да, там, ну, то есть чтобы выжить Поэтому люди живут все равно на инстинктах, чтобы выжить Вот, и поэтому мы очень сложно можем понять своих родителей, да Потому что у них, например, они вообще привыкли все время хуярить всю жизнь Вот, просто хуярить Они даже, вот я даже удивлялась, да Что родители приезжают там на дачу отдыхать Они не отдыхают на даче, они на даче тоже въебывают Я всегда удивлялась, блядь, нахуя нужна дача Если ты на даче просто реально въебываешь В чем прикол? Вот, и поэтому настолько люди не умеют То есть нет этого баланса, да Нет баланса золотой середины Либо люди полностью, блядь, вообще как бы уходят в Тотальное такое забвение в плане развлекух, да И как бы вообще не хотят напрягаться Либо люди наоборот просто хуярят Вообще хуярят и не могут никак остановиться, да Например, люди там боятся уйти на пенсию Люди боятся, ну вообще всего боятся И поэтому у людей, люди находятся в постоянном стрессе Они постоянно находятся в постоянном напряжении То есть их, как это называется У них, короче, тело находится в постоянном напряжении Реально в постоянном напряжении Поэтому люди реально не умеют расслабляться Без определенных веществ, да Например, без алкоголя Поэтому люди не умеют, например, просто так танцевать Люди не умеют Люди не умеют Заниматься сексом нормально То есть они не умеют в сексе расслабляться Люди не умеют расслабляться перед камерой, себя как-то, ну, как это сказать, раскрепощенно чувствуют. То есть люди не умеют расслабляться. У людей в теле все время находится личная, ребят, нет. Тема секса, я не считаю, что личная в сексе. Если тема будет у нас вот так вот всегда, как при совке, будет личная, то откуда люди будут узнавать вообще о сексе? Вот просто мне очень это интересно. Давайте сделаем в принципе личное все. И это личное. Откуда люди будут об этом узнавать? Люди боятся, стесняются к сексопатологам, к психиатрам ходить, потому что думают, что это личное. Вот, в итоге, блядь, хуйня полная в сексе, которая их не устраивает. И потом они, блядь, думают, блядь, ну, это очень личное. В плане, что... Да, тоже классно. Блядь, Давид, я сейчас вас заблокирую. Меня подзаебали, правда. Есть, можно работать, но только с условием того, что вы очень охуенный мастер. Или вы открываете свою студию и покупаете китос. Ну, я не медиум, я не знаю. Да, опять же, из порнушки, но люди порнушку стесняются смотреть, потому что это личное, блядь. Я просто очень много знаю людей, которые на слов... Ну, когда, там, раз не рассказываешь, просто, блядь, показываешь, да, очень мало пар, которые, например, совместно порно просматривают, да, очень мало женщин, которые, в принципе, порно смотрят. Они, мне кажется, блядь, смотрят, типа, вот так, блядь, да, или вообще вот так. Все, все, закончилось? Можно вот типа того. Поэтому порно, да, это очень образовательная штука, я считаю. Порно очень круто для самообразования, в понимании того, что вам нравится. То есть для того, чтобы понять свои сексуальные предпочтения, да, нужно смотреть разнообразное порно. Вот, если на что-то у вас там что-то зашевелилось при просмотре там вот определенной тематики, значит, это вам, скорее всего, нравится. Вот. Да, и нужно... Я вообще считаю, что работа – это, в первую очередь, самореализация вашего потенциала. Вот это и есть для меня, да, как бы работа. Вот, и мой муж вот как раз занимается тем, что он самореализуется очень круто в своем. И я ему очень помогаю в этом. Вот. И поэтому... Не, это не вино, ребят. Это, это как бы лимонад. Восемнадцать лет. Я вообще считаю, у меня был пунктик, что детственность я потеряюсь, когда я буду совершеннолетняя. Вот. У меня было немного мужчин, если кто-то об этом там типа думает. Вот. Поэтому... Где же сказал 18 лет? Вот. Мужчин у меня было мало. И я всегда пыталась в мужчинах как бы, ну, найти какую-то, как это... Любовь, что ли. Вот. Я хотела влюбиться. Я всегда с мужчинами только типа не потому, что мне нужен был сайт. Потому что у меня были чувства к мужчине. Вот. И сейчас типа я 11 лет с мужчиной, и я верна своему мужчине. И у меня вот один мужчина. Все. Поэтому я, ну, в этом плане я очень верный человек. И свою энергию, свое тело я, как бы это сказать, посвящаю одному мужчине. Вот. Поэтому для меня это важный момент. Мало, может, 10. Нет, сейчас уже абсолютно не ревную. Мы с ним там каждый день списываемся. Вот. Ну и все. То есть, я, он занимается своими делами. У него там своя работа. Вот. Ну, как бы, что-то там дрочить ему мозги я вообще не вижу. Я вообще не понимаю, когда женщина... Я этим уже все прошла. Дрочка мозгов. Все это было в моей жизни. И это вынос мозга самому себе. Поэтому это не моя история. Я из этого периода вышла. У меня сейчас к мужчине, к моему, тотальное доверие, тотальное принятие. Вот. Если человек хочет уйти, он, блядь, и без дрочки мозга от вас уйдет, да. То есть, если он вас любит, то нахуя ему уходить вопрос. Если ему с вами хорошо, его все устраивает. Зачем ему, блядь, ну, просто нахера ему уйти. Если вы его заебали, да, то он пошлет вас в любом случае. Будешь ты там следить? Не будешь. Понимаешь, как бы человеку уйти? Мужчине уйти особенно. То есть, мужчинам проще уходить. Они вообще... Достало, до свидания. Все. Вот так вот. Поэтому для меня ревность это уже такая штука, какая-то, знаете, неактуальная. Я, ну, как я, он 2-3 месяца в Москве, потом мы все время вместе. Как бы и все. Поэтому, то есть, ну, он сколько... В июнь, июль он в Москве, потом он приезжает, и все, до следующего лет он со мной. Поэтому ревность, она, во-первых, очень много съедает энергии, вот, на мой взгляд. Ревность это огромная энергозатратная херня. То есть, вы реально, все у вас идет на то, чтобы поддерживать ревность. Не знаю, у меня, мой мужчина, я ему сама женщин красивых подгоняю, если честно. То есть, я нахожу каких-то интересных блогеров, да, то есть, и всегда отправляю их на коллаборацию с моим мужем, на массаж, да. То есть, как бы я сама с ними договариваюсь, пишу красивым женщинам, говорю, о, слушай, там, траля-ля, и все. И, ну, как бы, я не понимаю, к чему ревновать. То есть, если он захочет, он переспит со мной, без меня. Ну, как бы, это, я не могу его контролировать. Понимаете, в чем дело? Как бы, он же не собака. Ну, то есть, как бы, он же не на привязи у меня, он же не собачка в кунуре, которая сидит. Я не могу его, я не могу контролировать его жизнь, у него своя жизнь. Все, поэтому... Ну, там много моментов и неуверенности, пример, там, вашей семьи, пример мамы, да, например, простила бы, конечно, но что здесь такого? Ну, типа, я... Ну, мы уже прошли тоже момент, когда мы измены прощали, и когда не прощали. То есть, мы это все проходили. Ребят, через это проходит все. Просто глупо отрицать это, да, что отношения, когда вы вместе два года, это одна история, пять лет, другая, десять, двадцать, тридцать, третья. Чем старше вы становитесь, тем вы становитесь, наверное, мудрее и спокойнее, и поэтому вы к таким вещам тоже относитесь спокойнее. Вот, потому что всякое бывает, и любовь, она настолько со временем трансформируется и меняется, и потом у мужчины со временем, да, если он не взрослеет, например, да, то есть, если он не мудреет, не становится более осознанным, то он будет ходить, как бы, там, налево. Ну, это, значит, мужчина такой, да, то есть, он не хочет, как бы, там, взрослеть. Вот, если мужчина начинает быть осознанным, он становится, он мудрее, да, растет, тогда ему, ну, как бы, тогда, во-первых, у вас повышается, я так скажу, тогда у вас и сексуальная сфера становится более глубокой, да, тогда и в сексе вы становитесь более раскрепощенной, вы в сексе больше доверяете друг другу, ваша сексуальная сфера более раскрывается, более насыщенная становится, потому что секс – это такая же сфера, как и все остальное, на самом деле, да, вот. И в этой сфере тоже нужно развиваться, то есть, не только развиваться, там, в чем-то, там, в вашем какой-то, да, там, в вашем творчестве, но и в сексе тоже, это тоже целая-целая наука, ребят, это целая наука. Можно освоить разные техники массажа, да, можно освоить какие-то танцы, можно освоить, там, я не знаю, глубокий минет, можно освоить, там, какой-нибудь, там, я не знаю, блять, какие-то техники вагинальные, ну, то есть, что угодно. Сейчас такое время, что можно любое освоить. И секс требует тоже развития. То есть в сексе тоже женщина должна как-то развиваться. Не просто 2-3 позы она должна пробовать, она должна чем-то мужчину, наверное, удивлять. И поэтому, если в сексе ничего не происходит, то есть женщина как оставалась бревном, так она этим бревном и лежит на протяжении долгого времени, то, естественно, со временем мужчина к этому бревну начинает как-то подостывать. Естественно, мужчине хочется как-то более живенького, что ли. Не потому, что ему не столько разнообразия хочется, сколько ему, хотя нет, разнообразия в сексе ему хочется. Если женщина, опять же, для этого существует огромное количество всякой херни. Это существует, господи, не знаю, вы можете снять крутой отель, вы можете накупить херово тучи игрушек, вы можете пробовать разные ролевые игры. Просто уехала. Вот, потому что захотела. Вот, если у вас какие-то там, я не знаю, игрушки, потом там, вы можете накупить у меня там кучу париков, да, вы можете перевоплощаться для своего мужчины, вы можете для него, кстати, я не знаю, там, значит, блондинкой, блядь, потом, я не знаю, там, какой-нибудь там мулаткой, блядь, кудряшкой, блин, потом барби какой-нибудь. Ну, купите кучу всего, да, и пусть у мужчины не одна картинка будет, да, а станете для него разными женщинами. Почему бы и нет? Купите себе несколько пар туфель, блядь, каких-нибудь стриптизерских, да, вообще освоите пол-дэнс, например, блядь, да, если хотите, до маршес поставьте, танцуйте для него. То есть вариантов, как разнообразить сексуальную жизнь, и полно, блин, ну реально полно. Вот сейчас я, типа, буду осваивать технику, какую-то технику языком. Прикиньте, мне девочка написала, типа, занятие стоит у нее 2000 рублей, что ли, вот, это занятие, типа, я, кстати, об этом расскажу тоже в закрытой группе, вот, что я расскажу вообще, как, что за, типа, что за занятие такое было. И она, типа, учит техники языком, она, типа, языком, вот так, блядь, короче, она там так язык, блядь, закручивает, вкручивает, и она, типа, объясняет, как это все можно, типа, освоить. И, типа, занятие, там, идет, по-моему, 2 часа, что ли, или полтора часа, вот, и по скайпу или, там, по вотсапу. И вот я, короче, к ней записалась, хочу, вообще, блядь, мне даже стало интересно, что можно с языком-то делать, ну, типа, просто даже для прикола. Вот, поэтому, пожалуйста, куча-куча всего, ну, типа, куча всего есть для того, чтобы своего мужчину сексуально как-то баловать, что ли. Вот, поэтому, пффф, вариантов просто тьма тьмущая. И, как бы, для меня просто непонятно, в чем, как бы, проблема. Типа, блядь, мне там он изменил, блядь. Я, как бы, ну, я не знаю, я, наверное, просто переросла все это. Закрытую группу написать мне. У меня, смотрите, следующие закрытые эфиры, следующие закрытые будут, их будет 2, как обычно. Участие 2 тысячи рублей, но они будут идти не по часу, как вот в эти выходные были, а по 2 часа. То есть каждый эфир будет 2 часа, и он будет идти с моим астрологом. Вот. Блядь, подождите. Если по сути, давайте по-честному, в сексе женщина вообще, в принципе, ничего не делает, кроме как сосет. И то, чаще всего, вот, вы сможете прососать, прососать член час. Давайте, типа, ну, по-честному, Оксана, вряд ли. Вас хватит на 10, на 15, окей, на 20 минут. И вы такие, о, блядь, все, урод, устал. Все, что происходит в сексе, делает мужчина. Вы только переворачиваетесь, или вас переворачивает. Больше ничего вы не делаете. И вы лежите, и вас, извините меня, трахают просто. Вас трахают. То есть мужчина двигается, женщина в сексе, бревно, по-честному. Женщина в сексе, она навряд ли будет полчаса на мужчине скакать, блядь, вот так, да? Потому что, блядь, потому что не может. Поэтому, в основном, женщины, реально, в основном, женщины, они просто, сука, ну, как бы, просто лежат. Больше они ничего не делают. Просто лежат. Я, не, я люблю, там, по 40 минут, блядь, как бы, по 40 минут, мне нет, это заебись. Вот, и по часу можно. И поэтому, когда, ну, когда женщина говорит, типа, а что мужчины делают? Да мужчины делают все. Мужчина двигается, вы лежите. Понимаете? Он вас в одну дырку трахает, в другую дырку. Вы вообще ничего не делаете, вы сидите, лежите, стоите. Но все движения, все фрикции происходят мужчин. То есть мужчина делает. Поэтому на вопрос, что мужчина делает, блядь, ну, вы, конечно, меня извините, наверное, все. Ну, вот и все. А мужик бревно, я хуй знает, я даже не знаю тогда. Ну, типа, у меня, слава богу, такие мужики не попадались. То есть у меня мужчины очень активны в этом плане. И нахуй я тогда такой мужик нужен? Нет, мне бревно не нужно, бревна, вон, блядь, во дворе лежат. Поэтому нахрена. Это не мужик. Это как бы какая-то имитация мужика. Это проще тогда резиновый член купить, реально. Ну, все, вот у вас все отлично. Нет, там просто у кого-то, видимо, когда мне говорят, а типа, мы все делаем, блядь, а что будет делать мужик? Я думаю, нихуя себе, блядь. Мужик выполняет все основное и вообще-то работаю, если честно. В основном женщину просто перекладывают. То есть переворачивают, блядь, и жарят, понимаете? Это как бирштексы. Перевернули, пожарили, обратно перевернули, пожарили. Вот, поэтому нормальные мужики, это по сути, это их предназначение. Это они должны брать женщину, а не женщина берет мужика, понимаете? Вот, и поэтому, ну, как бы для меня это нормальный мужик. Все остальное это что-то какое-то отклонение от нормы. Не, ну это же факт. Это факт. Че? Это факт, 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 факт. Ну, это да, это... Ну, а что, нет, что ли? Давайте по-честному. Ужасные мужчины. Откуда вы таких мужиков берете? А главное, нахрена они вам нужны? Я просто не понимаю. Ну, типа, зачем такие мужики нужны? Что вы хотите с этим мужиком сделать? Вы хотите его спасти? Ну, это называется треугольник, знаете, кого, да? Жертва, спасатель или кто-то там еще. То есть это нахера не нужно вам? То есть если женщина пытается мужчину спасти, там, спасти от алкоголизма, от импотенции, бла-бла-бла, и все такое, от хуевой мамы, там, еще от чего-то, все. Вы включаете роль свою и начинаете играть спасателя. Вот. Жертвы чаще всего не оценивают этого. Вот такое. Вот, да. Поэтому женщины не... Жертвы не оценивают. Вот. И жертвы еще и сделают вас виноватыми. Поэтому, когда женщина начинает, блядь, ее разводить руками, как же так? Я ж хотела там, блядь, я ж хотела лучше, я ж хотела его спасти. Нахуя ты спохотела? Он тебя просил. Скорее всего, ему в этой роли более нравится. Я знаю такие примеры. У нас тоже телочка была в группе, и она... Вот. Да, конечно, помогает. Как же мне не помогать своему мужчине? Вот. И она тоже жила с чуваком, который был младше, который, блядь, все время слушался маму свою, жену ни во что не ставил, точнее ее. А, нет, она не жена, она просто была у него. И, короче, и, блядь, мы ей задавали вопрос, ну, нахуя ли? И в итоге она после нескольких месяцев общения с нами, там, 2-3 месяца она с нами пообщалась в прямых эфирах, в закрытой тоже группе, она от него ушла и сказала, бля, ребят, так мы... А мы ей просто сказали, блядь, ну, мы ей прям реально говорили, ну, хуя с ним вообще тусишь, да, блядь, он тебе вообще не нужен. А он маменькин сынок был, то есть такой, когда, ну, реально, он все время слушался маму, он ни хуя не делал, то есть, ля-ля-ля, она от него подзаебалась, в итоге ушла, а потом он начал ей там названивать, ля-ля-ля, и в итоге у нее сейчас все заебись стало. Вот. Но суть в том, что это женщины себе выбирают таких мужчин, они себе выбирают мужчин, которых нужно спасать. Прямо реально спасать, это не относится к реализации, да, реализация, это когда мужчина реально реализуется, вы помогаете, он реализуется, а когда мужчина, вы типа пытаетесь его реализовать, а он ни хуя не делает, это уже, блядь, ни хуя не реализация. Вот. И у нас, у меня муж мануальный терапевт, то есть скоро мы открываем школу по мануальному массажу, по обучению вообще многим техникам. Это все будет онлайн, мы скоро сделаем рекламу, там будет очень много всего, и даже вплоть до лечения пиявками дома. То есть там будет очень маленький курс, он будет очень доступный, вот, там будет обучение для новичков, обучение для уже профессионалов, да, и обучение технике массажу лица, вот, короче, дофига всего, это будет, ну, типа целая школа, вот, преподаватель мой муж, то есть он будет обучать, и это онлайн пакеты будут покупаться. Все будет очень всем доступно, вот, конечно, можно, только он сейчас в Москве, он еще там будет полтора месяца всего лишь, и вот полтора месяца вы еще можете к нему попасть. Для этого ему нужно написать в директ, вот, и просто, как бы, написать ему в директ. Я ему скажу, что, типа, чтобы он проверял директ, потому что у него реально абсолютно нет времени, он очень, очень занят, у него очень много людей, потому что он очень там востребован, да, вот, и желать, ну, типа, он, как это, сразу, типа, в основном берет на курсы людей, да, потому что такая у него плотная запись, что он, типа, ну, всех разбивает по курсу, и ему, вот, типа, просто на раз человека не очень выгодно брать. Вот, курс – это 5-10 процедур, потому что в основном все люди, они, в принципе, идут на курс. Да, ну, я вообще, как бы, могу без секса очень долго быть. Ну, то есть, типа, у меня, я говорю, что я, у меня нет такого, что я, типа, там, а-а-а, я там, я, конечно же, думаю об этом, фантазирую, у меня есть писька там резиновая, все дела, но у меня нет такого, что я готова кидаться там на всех встречных поперечных, то есть, ну, у меня в приоритете мужчина любимый, да, и все фантазии у меня направлены только на него, поэтому, как бы, ну, сами понимаете, да, то есть, я не бешеная в этом плане. Только, ну, когда с мужчиной, со своим тогда бешеная. Массаж у него стоит, по-моему, если не ошибаюсь, сейчас 5 тысяч рублей, вот, но для этого ему нужно писать, скорее всего, 5, то есть, как бы, у него, что в том году был прайс, да, для кого-то он уже, там, как бы, уже как-то он поднимает, то есть, у него услуги, ну, как бы, это не дешевый массаж, то есть, это не масясь-масясь, да, там, где-нибудь в Таиланде, это специалист, который берет хорошие деньги за свою работу, потому что он лечит людей, вот, и поэтому у него прайс растет, вот, а когда он запустит школу, да, он, скорее всего, уже будет меньше работать руками и уже будет больше продавать свои знания, то есть, ну, потому что его знания, они бесценны, он 17 лет этим занимается, он знает тело от и до. Да, конечно, ну, не для всех, то есть, для, есть мужчины, для которых, например, если для мужчины секс не очень важен, и для женщин, тогда у них брак будет на другом держаться, да, все зависит от непосредственно сексуальной активности партнеров, если партнеры сексуально, как бы, активны, то для них секс будет очень-очень важен, вот, но в основном для людей, конечно, секс важен в отношениях, ну, секс – это здоровье, плюс секс очень сильно сближает людей, то есть, ничего так, как секс, окей, душевные разговоры – заебись, да, ну, и опять же, мужчины не всегда могут поддержать душевные разговоры, мужчины не такие разговорчивые, не такие душевные, как женщины, что, а секс, он позволяет настолько сблизиться с партнером, ну, а что еще настолько сближает людей, как не секс? Ответьте мне на вопрос, что, блядь, чашечка чая с баранками, блядь, или что? Нет, конечно же, секс – это максимальное сближение, максимальное сближение, максимальное доверие людей, то есть, настолько, блядь, сблизится, ну, как бы вообще уже нереально. В доверии, в уважении и в сексе. Да, практически каждому, то есть, доверие, уважение, для меня это три составляющие – секс, доверие, уважение, да, и массаж лица, я не знаю, может быть, 5, может быть, 6, есть, ему нужно писать, я не в курсе, сейчас не знаю, то есть, у него по-разному, блин, вот, я не знаю, я не могу вам сейчас сказать. Да, благодарю. Вот, поэтому в отношениях, да, вот эти вот вещи очень важны, которые сейчас. Благодарю, очень приятно. Ну, конечно, наверное, могут, ну, люди же все разные, то есть, я же отвечаю, в первую очередь, сейчас за себя, просто, как бы, знаете, это очень, ну, я же могу всех взять и сказать, нет, бля, вот, ну, невозможно без этого. Да, конечно, можно, есть люди, которые без этого счастливы и нормально живут, есть люди, которые только с этим счастливы, ну, то есть, мы настолько все разные, у нас настолько разные, там, я не знаю, как бы генетика, гормональная сфера, наши потребности, все это у всех разное, поэтому всем нужно разное, этому и без этого можно. Нельзя никогда судить, типа, если вот они без этого не могут, то значит, это вот так и должно быть. Это неправильно, ребят, всегда ориентируйтесь на свои ощущения, всегда ориентируйтесь на то, что вам нужно, не нужно никогда себя с кем-то сравнивать и думать, что вот если вот у них так, значит, у меня так должно быть. Это полное фуфло, и если у них так, значит, это у них так вот и все поэтому не надо никогда сравнивать себя с кем-то это самое вообще типа это реально самая залупа если честно когда люди сравнивают себя с кем-то говорят блять вот у них так у меня тоже будет так же это фуфлядия я не знаю на самом деле как быть более уверенной уверенность зависит от вашего от ощущения как бы целостности своей личности вот и все поэтому если человек себе не уверен да знает что него какие-то есть проблемы с самореализацией когда человек самореализуется в этом мире да он этому миру нужен он нужен людям он любим он востребован тогда он и уверен в себе когда он никому вообще как бы никому не нужен у него нет самореализации у него нет то есть понимаете да как бы нет любви И тогда он, естественно, себя чувствует покинутым, ненужным. Это все, опять же, начинается с детства, с детских травм, когда ребенка недолюбили, когда ребенка, я не знаю, где-то в школе унижали, в дому унижали. Отсюда идет вот эта ненужность, ощущение ненужности, ощущение, что ты как бы, блядь, никто и понеслась. Это работа над собой, над своей личностью, найти вообще применение себе, найти то, чем вам нравится, понять, что вам нравится, чем вам хочется заниматься, идти в этом направлении. Вот и все. Это прикольно. Блядь, да это нормально, ребята. Это нормально, мы все люди, мы все подвинем. Понимаете, у нас сейчас огромное количество, на самом деле, свободного времени. Вот. И поэтому это свободно, если раньше у людей не было этого времени, то есть у нас сейчас появился максимальный комфорт, да. Нам не, мы не голодаем, нам не нужно, по сути, там как бы выживать, я имею в виду, что вот в жесткой форме, да. Поэтому у большинства, особенно там женщины, которые замужем, да, например, которые имеют детей, вот у них часто наступают какие-то депрессивные состояния, да, потому что они себя не чувствуют реализованными в силу того, что они, например, посвящают себя там мужу и быту, и ребенку. И они не могут понять, а вообще, а кто же они, а чем же им заниматься. Ну, я поэтому себя занимаю спортом обязательно, да, то есть это вообще, это форевер. Потом я обязательно занимаю себя писанием, я много пишу, да, то есть это тоже творчество. Потом я занимаюсь тем, что я фотографируюсь, вот, встречаюсь с какими-то своими близкими людьми, вот, путешествую, да, стараюсь, вот. Вот, нет, не было у меня с Мариной, и потом, и потом я занимаюсь тем, что, как это называется, много читаю, вот. Да, я просто продолжила чешую, вот, и очень много читаю, то есть смотрю кино, но больше читаю. Этим я себя занимаю, все. Ну, как бы, а то, что много, то, что есть время, опять же, да, так это хорошо. Это время можно посвятить себе, это время можно посвятить самообразованию, да, какие-то там проходить тесты, чему-то обучаться, какие-то, понакупать каких-то курсов. Я, например, сейчас хочу вот обучиться ездить на байке, именно на байке, не на скутере, который у меня, а на таком, на типа, ну, поняли, на байке, да. И плюс я хочу научиться рисовать, хочу сейчас взять курс по рисованию, мандалы рисовать. А, нет, как он у нас, динарт называется, по-моему, стир стайл. Вот, то есть, блин, это круто, вы можете кучу и кучу всего освоить, да, вот, ну, как бы, то есть, главное просто начать. Слушайте, все свои игрушки, все это в закрытой группе, ребят, нихуя я здесь ничего не покажу. Игрушка у меня полный шкаф, и сейчас еще эти игрушки я заказала, они едут, приедут скоро из Москвы. Вот, кстати, кто едет в ближайшее время на Бали, в течение двух недель, вы мне очень нужны, вот, потому что мне нужно привезти карточку и что-то там еще. Привет. Нет, как, блядь, можно, я дома вообще не понимаю, как можно заниматься, если единственное, ну, как это, если это не вынуждено, да, то есть, если реально у вас нету речи, блядь, о том, то есть, нет времени, чтобы заниматься в зале. Так, я вообще не понимаю, как можно заниматься в зале, вот, и я занимаюсь только в, ой, дома, я занимаюсь только в зале и занимаюсь только силовыми. Ну, мне бьют тоже татуировки не light, то есть, мне бьют татуировки тоже без анестезии, без какой-либо, просто наживую, это тоже, блядь, а пальцы, вот эти кости, это просто по кости херачится, это очень больно. То есть, мне вот эту татуировку били три дня назад, это, пиздец, было больно. Дальше мы будем продолжать, вот здесь у меня будет, вот эти вот, видите, пустые места и половину шеи вот так мы тоже забьем вот так, то есть, у меня будет чешуя вот здесь и вот здесь, чтобы сгармонировать вот эту часть и сделать вот здесь, потому что здесь у меня много очень пустого и нужно, как бы, просто сгармонировать рука, рукав, и поэтому у меня, типа, будет вот это еще будет вот здесь, чешуя, она будет еще чуть-чуть выходить на шею. Да, кстати, очки я как училка сразу становлюсь, такая очень серьезная, очень такая серьезная, короче, очень что-то, блядь, полюбила очки, кстати, все прямые эфиры, теперь буду вести, вот в закрытой группе, в своей буду теперь вести в очках, то есть я считаю, что прям такая буду, такой будет порно-ботаника, порно-училка. Нет, я не люблю цветные тату, но как бы у меня все в черном цвете, цвет он достаточно быстро, ну, выходит, и я, и так, как у меня и так все черное изначально, и еще сейчас делать цвет, как бы это вообще ни к силу, ни к городу. Какие, блядь, потому что в инстаграме есть цензура, ребят, вы как будто бы в инстаграму, блядь, первые ваши, как будто бы зарегистрировались. Благодарю, да, напишите мне, пожалуйста, напишите мне в директ, еще раз, еще раз повторяю, смотрите, я начала вести семинары, эти семинары я буду вести каждые выходные, они будут разные, но тематика приблизительно одинаковая. Да, то есть это сексуальная раскрепощенность, женственность, энергия, мужчина и женщина, вот, БДСМ обязательно тоже будет затрагиваться. Вот у нас прошли 4 уже семинара, охеренно просто было, сейчас на следующих выходных будет опять семинары, вот, и, значит, на следующих выходных семинары уже будет проходить с моим астрологом, и мы разберем натальные карты каждого из вас, вот, и по натальной карте, скажем, ваши, что у вас с сексуальной, вообще с сексуальной сферой, то есть в натальной карте это все отображено, вот, и поэтому вам нужно будет указать в закрытой группе, когда вы попадете, да, вам нужно будет указать время рождения, место и дату рождения, и ваше имя, вот, и мой астролог будет вас разбирать. И в прямом эфире на следующей неделе она это все будет озвучивать, вот, и участие будет стоить 2000 рублей, вот, это 2 дня по 4 часа у нас будет, потому что эти эфиры, они были 2 дня по 2 часа, ну, ой, по часу, да, то есть всего 2 часа, и там была только Явила. Следующие, это буду я вести, и еще будет девочка со мной, мой астролог, который мне составляла карту, и вот мы будем с ней вести в паре, и это будет уже 2 часа, и поэтому пишите. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ну, они вообще как бы язычники, благодарю, так, я не знаю, честно, ну, как бы это, вам нужно с мужчиной с вами разговаривать, как вести, блин, вот, ну, хотя бы плюс-минус полчаса нужно знать, потому что это очень, если нету, да, время рождения, то это не в одну, ну, это за дополнительные деньги Кристина Краян, у нее, у нее Мия, она раньше с Мишей была, и у нее делала Якушевская, у нее делала Вовченко, Вовченко делала на детей, ну, Вовченко же рекламировала уже, там, астрологическую школу Миши, и вот Кристина, она с Мишей раньше, да, делала, они вместе делали, вот, сейчас она одна, она на Бали, и поэтому вот я буду с Кристиной. Ну, блоки, да, сейчас блокируют, я не знаю, как бы, а на что это вообще, как на что влияет, вот, но цензура в Инстаграме, она как бы становится более жесткой, вот, и для меня это вообще непонятно, типа, блокировать за жопу, и блокировать за сиськи, то есть получается, что, типа, кормящая женщина, это все заебись, сосок ее, и она кормит ребенка, это не, это нормально, а просто женщина с сосками, это плохо, ну, как бы, это полный абсурд, и мужчина с сосками, блядь, тоже плохо. Ну, где на месте, нет, Кристина, она на Бали живет, то есть, типа, в Убуде, вот, Миша в Москве, поэтому я не поняла, где они, где они вместе, нет, они не вместе, а, вы про это, нет, они не вместе, они, как бы, уже у них своя жизнь. Ну, я же говорю, что по-разному, вот, кому-то, кто-то выкладывает нормально, кто-то выкладывает, меня три раза или четыре раза блочили, ребят, три раза, по-моему, даже четыре, и я восстанавливала за бабки, как бы, то есть, ну, это не проблема, то есть, то, что тебя блочат, ты, если есть деньги, ты всегда можешь восстановить, причем, это, как бы, ну, у меня есть человек, который восстанавливает за нормальные деньги, да, вот, ты можешь ждать, там, блядь, месяц или полгода, когда тебя восстановится Майнстан, можешь обратиться к человеку, тебе все восстановят, плюс, оказывается, есть такая херня, за, там, дополнительные бабки, через определенных людей, я очень хочу, это можно узнать, кто тебе, кто на тебя пожаловался, вот, это вот прям вообще шикарная вещь, и я считаю, что это будет просто, если, вот, сделают такую функцию, что будет, можно, типа, узнать это, да, да, то, вот, всем пиздарики настанет, вот, всем, кто жалуется, настанет пиздарики, потому что, те, кто жалуется, начнут тоже блочить, блядь. Восстановление я не знаю, потому что нужно писать, то есть, ну, это не дешево будет, потому что это очень долгая работа, это писать, это восстанавливать, это нужно смотреть всю вашу карту и ориентироваться на ваши самые, самые какие-то значимые события в жизни, да, То есть это, блядь, очень трудоемкая работа. Если вообще нет времени, то это очень сложно реально делать. То есть нужно знать, выявлять ваши дни, какие-то даты, когда у вас что-то реально происходило очень серьезное в жизни, чтобы сопоставлять с этой картой. Да, конечно, если выяснится, во-первых, не сказать так, что ты не поверишь, но жалуются. То есть мне кто-то сказал, Маш, когда ты узнаешь, кто жалуется, ты немножко удивишься, потому что в основном это твои знакомые люди. Я говорю, да ладно, да, реально да. Я такая, ну, конечно же, это будет разочаровашка. Но я считаю, что таких людей, которые жалуются, их надо точно так же блочить. Потому что я просто не понимаю, на что жаловаться. То есть у меня нет призыва к насилию, у меня нет зоофилии, педофилии, у меня нет разжигания какой-то там межнациональной войны, вообще призыва к войне, у меня нет насилия, у меня нет убийства животных. То есть у меня, в принципе, очень лайтовый, очень информационно, очень эстетически красивый как бы паблик, да. Вот, поэтому для меня, ну, мне непонятно вообще, на что и зачем люди жалуются. Вот, хотя мне Марина, в общем-то, сказала, что Маш очень много заинтересованных, потому что идет огромная-огромная конкуренция, вот, и очень много заинтересованных, чтобы блочить аккаунты, такие как мои, ее, да. И поэтому люди там собираются кучками, существуют целые, реально, группы ВКонтакте, еще где-то, да. Вот, короче, где люди собираются все вместе, против какого-то человека и начинают, типа, на него жаловаться, да, потому что, ну, вот так, вот такие, вообще, потому что такие люди, реально, такие, просто потому что такая природа людей, больше нет никаких объяснений, когда, как это, блядь, а как это объяснить? Ну, потому что, вот такие люди, все. И у меня, как бы, ну, я, наоборот, даже порно пытаюсь вам, как бы, проявить вкус к порно, ну, красивому порно, да. То есть я за эстетику во всем абсолютно, я очень люблю эстетику, да. Если даже снимать какую-то порнуху, то, блядь, делать это вкусно и красиво, чтобы хотелось, да, людям трахаться, а не наоборот, блядь, чтобы вы после просмотра порно вообще забыли бы о сексе на очень долго. То есть есть такие, вот, ну, русская порнуха в основном такая, реально, потому что вот сколько я видела русской порнухи, мне после русской порнухи вообще член бы не встал, никогда. То есть русская порнуха, это ощущение, что там водяры людям платят, да, я видела много русской порно, и есть порно, куда вкладывают невъебенные бабки, да, например, там порно с, блядь, сейчас скажу, Берлин, не помню, кто там, как же, где там, блядь, это просто офигенная порно, да, там, где там костюмировано все, где там куча латок с охеренно красивой тёлки, да, там с БДСМ темы, это все там обыграно, там такие вообще, там видно, что денег влили немало, и там красиво, все эстетично, хоть там типа много каких-то, грубо говоря, жестких сцен, да, но они все равно как бы очень круто сняли. Нет, с мужем мы, у нас много порно, ребят, просто мы не хотим это выкладывать, это же наше, вот, потому что я всегда, у меня есть грань определенная, я могу ходить на грани, на грани, я люблю ходить на грани, я люблю провокацию, я люблю ходить на грани, но не, блядь, не вот вообще, как бы скатываться я не хочу, вот, и порно когда-нибудь вполне возможно, может быть, какую-то эротику я бы, да, типа там засняла какую-то красивую, реально вкусную, сочную эротику, чтобы она была артовая, типа как Эндрю Блейк снимал, да, у Эндрю Блейка есть ЧБшные видосы в душе, где чувак там пялит бабу красивую, да, это снято по пояс, там не видно их лиц, у него там красивый член, она вся красивая, вся подтянутая, он ее под музыку там чпокает, это охереть, как вкусно снято, и там прям реально можно потечь после такого порно, это классно, красиво, и все вообще супер, а есть просто, бля, ну, когда чпокаются непонятные персонажи, и как бы, когда это, бля, короче, вот так. Ну, грязная, что такое грязная, да, то есть для меня грязь, даже грязь может быть красивой, да, то есть на самом деле, я считаю, что и грязь, БДСМ можно снять, вы вот просто сравните, для сравнения, посмотрите русскую порнуху, да, когда просто два алканавта на фоне, блядь, ковра в какой-нибудь, в каком-нибудь Бирюлево, блядь, чпокаются, но это, блядь, вот это грязь, реально для меня, это, или два бомжа, например, бомжи пекаются, вам захочется такую грязь смотреть, вы от нее как бы возбудитесь, вот реально два бомжа, два бомжа чпокаются, там, например, да, навряд ли, это тоже, блядь, грязь, да, нет, грязь ее можно снять очень вкусно, я же говорю, что кинки кон, да, я не знаю, он сейчас прикрыт или нет, там много жести, да, то есть там есть и золотой дождь, блядь, да, там, и фуд-фетиш, да, и, ну, всякое-всякое, и фистинг, да, там есть, но оно снято прикольно, то есть там реально снято красиво, это так снято, что это не будет вызывать отвращение, да, потому что там, блядь, потому что там красивые люди, потому что там, блядь, в красивых местах все это сделано, да, и просто вкусно, то есть там люди знают, блядь, там знают, как снимать это, у нас не знают, как снимать, у нас не развита порно-индустрия, поэтому у нас, ну, типа не знают, как снимать, все, этим все сказано, И поэтому у нас, ну, как бы порно, оно такое бэ, как бы, его не хочется смотреть. И вот и все. И вот, ну, когда нету вкуса, тогда и жопа полная получается, понимаете? Когда нету вот ощущения вот этого, нету эстетики какой-то, потому что я вообще за эстетику. Я очень люблю, блядь, я люблю переодевашки, там, я не знаю, я люблю красиво как-то выглядеть, ну, я не знаю, в том же сексе, да. Вот, мне это нравится, мне нравятся ролевые, мне нравятся костюмы у женщины. Мне нравится, когда женщина красиво выглядит, когда она красивая, да. Мне нравится, когда мужчины красиво выглядят, да, когда это прикольная какая-то атмосфера, да, когда это можно снять какую-то охуительную вилу. Да, блядь, да это можно снять реально. Вы сняли охуенную виллу, да, взяли парочку телочек крутых, переодели в какие-то охуенные костюмы, вот вам, блядь, пожалуйста, охуенная домашняя порно, да, а не, блядь, я же говорю, а можно снять на кухне пропитой, блядь, да, с какими-то непонятными персонажами. Угу, я вас поняла. Да, видео нет, порно точно не наш, нам даже, я много, вообще даже не стоит туда лезть, и, ну, как бы, оно никак у нас не получается, нам даже не стоит, потому что туда не вливаются деньги, некому снимать, нет актеров, все, потому что если в Америке, да, эта сфера, она даже признается с точки зрения, там даже Оскар вручает там премии, есть, да, и там реально в порно выделяются огромные бабки, и люди в порно получают огромные бабки, поэтому идут в порно, вот, то у нас это, как бы, да, то есть, как бы, вот так, хотя, я не знаю, может быть, со временем это будет развиваться. Да, садится телефон, и у меня заканчивается время, ну, я не знаю, просто, как правильно предложить сказать своему мужчине об этом откровенно, подойти и сказать, слушай, дорогой, давай мы попробуем с тобой в какую-нибудь игру поиграть, вот, вот, что бы ты хотел, там, я могу быть кошечкой, могу быть горничной, медсестрой, стюардессой, могу быть, я не знаю, там, как это, белоснежкой, то есть, любое, да, вот, как бы, давай во что-нибудь поиграем, все, просто, ну, блядь, просто откровенно разговаривай со своим мужчиной, вот, вот, и, ну, можно и не предлагая начинать, да, просто есть мужчины, которые, ну, могут вообще это не оценить, и вам будет пиздец, потому что вы реально можете очень обидеться на это, вот, есть такие мужчины, есть такие случаи, вот, а так просто, типа, можно поговорить вообще, что бы он хотел хотя бы, ой, мне нравятся киски, мне нравятся горничные, мне нравятся эти, как его, просто шлюшки всякие, такие, ну, как бы шлюшки прям, вот, мне нравятся медсестры, да, бля, вообще все круто, на самом деле, все ролевые игры, все образы охеренные, когда это охеренное белье, вот, когда это, блядь, ну, любому мужчину это будет возбуждать, когда ты в маленькой юбочке, без трусиков, блядь, да, в какой-нибудь там, блядь, прозрачной этой, блядь, любого мужчину, и когда вы еще на каблуках, блядь, как-то накрашены, блядь, любой мужчины, и вы такая к нему выходите, с поводочком, блядь, любой мужик, как бы, сразу же у вас там это имеет. Ну, шлюхи не в том смысле, каждая женщина для своего мужчины должна быть шлюхой, на самом деле, она должна быть развратной, я считаю, не монашкой, а если и монашкой, то тоже в ролевом образе, вот, тогда, да, это будет круто, вот, а просто, ну, как бы, это уже дело каждого, я сохраню эфир, я вообще заканчиваю, мне сейчас надо ехать на тренировку, а потом завтра, у меня, кстати, чистка лица, я вам расскажу про бодилаб, в который я хожу, вот, у меня, я здесь сотрудничаю сейчас с офигенной, как бы, такой, ну, центром красоты, бодилаб, там, владелица русская, вот, и я у них уже делала носогубки, потом я сделала у них просто укольчики, и у меня еще будет, у меня еще будет губки, улажнение губок, чистка лица, и плюс я, наконец-таки, уху, пойду на лазер, на, именно, бикини, я хочу нахрен убрать вообще бикини, меня раздражают вообще, в принципе, волосы в этой зоне, вот, и я хочу убрать бикини, это, типа, мне сказали, где-то 5, наверное, сеансов, вот, хочу попробовать, и вам расскажу, я вам расскажу вообще, как это работает ли, потому что там, ну, типа, там очень хороший центр, там офигенные специалисты, потому что на Бали реально сложно найти хорошую клинику с хорошими специалистами, это факт, вот, я нашла, я с ними сотрудничаю, там офигенные цены, офигенный персонал, все, кто на Бали, и кому нужны чистки, уходы, эпиляция, масочки, хуясочки, там, губки сделать, там, просто укольчики, вот, все туда, и я про них завтра сделаю, да, типа, эфир, вот, расскажу, и вообще сделаю про них отдельно пост, и просто расскажу свои ощущения, да, потому что там, я говорю, очень круто, вот, и там одни из лучших препаратов, то есть они реально привозят препараты, там, из Японии, еще откуда-то везут, из Америки, вот, и у них крутые аппараты, у них, вот, мне будет очень интересно именно лазер посмотреть, да, то есть, как бы, я давно хотела сделать лазер, я именно хотела сделать бикини, если будет с бикини, все будет охрененно, я сделаю, скорее всего, полностью еще ноги, вот, я просто не люблю волосы вообще, то есть у меня на волосы какая-то прям вообще аллергия, вот, я не люблю волосы, зону бикини особенно не люблю, вот, и поэтому я хочу прям, чтобы там вообще не было волос, чтобы там я, может быть, раз в год, блядь, делала, да, и как бы забывала про них, и вот поэтому завтра вам расскажу, расскажу, как, что, вот, поэтому всем до завтра, а, ну вот, вот как раз узнаете, это бодилаб, бодилаб, и я у них делаю, напишу про них пост, сделаю старямба, прикольно, да, все, у меня 13 секунд, 10, 9, 8, я побежала, всем хорошего вечера, дня, вот, и все, па-бам!